Привет, студент! Надеюсь, ты попал в самый центр событий последних студенческих новостей, скореещей себя в креативных сюжетах Универ Ньюз. Но если ты что-то пропустил, не отчаивайся, наша творческая команда уже готова поделиться любопытными подробностями последних событий. С тобой, Аделя Шамилова, и мы начинаем. То, что стоит увековечить, в Казанском Кремле вручили книгу благотворителей. Планы построены, Институт психологии защитил дорожную карту. Праздник продолжается, в КФУ отмечают День студента. Буквально вот-вот завершилась защита дорожной карты Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. На заседании представители данного института обсудили задачи на 2017 год. Каковы пути воплощения задуманного в реальность? Ты узнаешь в нашем следующем выпуске. А сейчас мы продолжаем. Седьмой том книги благотворителей Татарстана объединил 20 тысяч имен. Торжественная церемония вручения состоялась в Казанском Кремле. Подробности прямо сейчас. 25 января состоялась торжественная церемония вручения седьмого тома книги благотворителей и благодарственных писем Республиканского фонда Возрождения. Памятную книгу благотворителей вручал государственный советник Республики Татарстан Ментимер Шаймиев в присутствии ректора КФУ, руководителя аппарата президента Республики Татарстан и кабинета министров. Седьмой том книги благотворителей стал самым объемным за всю историю проекта. Он включил в себя 20 тысяч имен, неравнодушных к истории родного края. Впервые книга благотворителей разбита на три раздела. Первый – те, кто помог возрождению древнего города Болгар и острова Града Свиярск. В этом разделе 7 тысяч имен. Еще 7 тысяч имен благотворителей внесены в раздел, посвященный строительству Болгарской Исламской Академии. 6 тысяч татарстанцев сделали свои взносы воссоздание собора Казанской иконы Божьей Матери. Присутствие ректора КФУ Ильшата Гафурова не случайно, поскольку Казанский федеральный университет принимает непосредственно участие в научных исследованиях проекта Фонда Возрождения. Впервые после завершения ремонта Института психологии и образования Ильшат Гафуров продемонстрировал гостям университета Центр педагогической магистратуры. Какие еще новшества ожидать от Института психологии и образования – смотри далее. Перед защитой дорожной карты Института психологии и образования впервые после завершения ремонта Ильшат Гафуров продемонстрировал гостям университета Центр педагогической магистратуры. Здесь были представлены классы педагогики и психологии, предметно-учебные классы с лабораторным оборудованием по физике, химии и математике, где теперь могут практиковаться магистранты. По словам ректора Казанского федерального Ильшата Гафурова, для них закуплено все, чем пользуются учителя со всех концов России. Так, например, химики из любой школы страны смогут увидеть здесь знакомый лабораторный стол и, вернувшись с курсов повышения квалификации, уже на своем рабочем месте смогут донести те знания, которые были получены в Казанском федеральном. Мне приятно показать коллегам, директорскому корпусу нашего университета, все, что здесь сделано. И когда часто задают вопрос, почему мы так много обращаем в Казанском форуме нашего университета, должен сказать, что наша жизнь вообще не алицет. Исторически, да, то есть одну часть жизни, может быть, даже меньше, мы пребываем на дуру, все остальные, мы пребываем здесь. Уже с переходом в статус федерального УВУЗа появилась возможность воплощать в жизнь различные системы подготовки. В Казанском федеральном параллельно реализуются две системы подготовки учителей. Классическая система реализуется в Елаборском институте КФУА, а распределенная воплощается в жизнь силами института психологии образования. КФУ уже принял участие в 20 международных сопоставительных исследованиях в области образования с ведущими университетами мира. Сейчас же цель стоит на повышении публикационной активности, показатель цитирования в международных изданиях. Анастасия Иванова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюз. В Казанском федеральном университете состоялось торжественное празднование Татьяниного дня, которое веселыми гуляниями отпраздновали профессора и студенты Альма-Матер. Как это было, смотря в сюжете Дианы Шиловой. 25 января – единственный день в году, когда в кабинете ректора царит вовсе не деловая атмосфера, а звучат задорные песни, частушки, все пускаются в пляс и даже предсказывают судьбу. Ведь именно в этот день все студенчество празднует Татьянин день. Празднование началось с традиционного гуляния в главном здании, где цыганское шоу-ансабль «Ромэн» и студентки Татьяны встречали всех гостей медовухой, которая с 19 века считается главным угощением праздника. К слову, Татьянин день отмечают более 5 миллионов студентов нашей страны. Как известно, святая Татьяна считается покровительницей учащихся. Импровизированный цыганский табор сопроводил ректоры КФУ Льшата Гафурова и почетных гостей в культурно-спортивный комплекс «Уникс». КФУ – это университет мирового уровня, ведь у нас обучается более 4 тысяч иностранных студентов. Поэтому одной из главных особенностей в этом году были интерактивные площадки самых различных народов мира, на которых по своим традициям и обычаям они предсказали университету дальнейшее процветание и успех. Кульминацией перед началом праздничного концерта стало выступление Татьян. Девушки в изумрудных и бордовых платьях исполнили вокальный номер «Валенки» и преподнесли гостям праздничный торт. «Валенки» – песня «Валенки»! Как рассказывают сами участники праздника, подготовка была изнурительной, но все понимали, что этот праздник сближает всех – и преподавателей, и студентов, которые радуются в этот день не только окончанию сессии, но и такому светлому празднику, как Татьянин день. Атмосфера этого праздника была невероятно сумасшедшей. Это были каждый день какие-то репетиции, каждый день это подборка костюмов, каждый день это генпарагоны. Это очень-очень все организовано, очень все импульсивно, очень все приятно на самом деле и интересно. Ой, я очень люблю, обожаю этот праздник. В прошлом году я даже посетил этот концерт, потому что мне очень нравится. Там было клевое выступление, которое там было вообще. У меня от этого получились очень позитивные эмоции. Так что я это жду, но в этот раз я участвовал сам, так что меня это очень сильно радует. Концерт в Казанском федеральном начался с торжественных слов ректора КФУ Ильшата Гафурова. Многие задают вопрос, а кто постановщик, кто режиссер, а кто участник. Ответ очень простой. Казанский университет сегодня самодостаточная организация, которая развивается по всем направлениям, достаточно сбалансирована, в том числе и в творчестве, в спорте, в науке, в образовании, чему я очень рад и благодарен. И преподавательскому составу, а самое главное, нашим студентам, без которых университет просто не может существовать. Со сцены концертного зала поздравляли не только студенты, но и почетные гости, которые в этот день не могли не посетить любимый альмаматор. Университет – это безграничные возможности. Университет – это путь к успешной карьере. Университет – это друзья, вот в эти студенческие годы, на всю оставшуюся жизнь. Университет – это, конечно, всегда свобода. Это всегда огромное количество дискуссий, это всегда своя точка зрения, своя позиция. В этом году концертная программа отличалась и своей оригинальностью. Гости стали свидетелями зарождения истории Дня российского студенчества от 18 века и до нынешних времен. Казалось, что мир не изменит столетия, и праздник продлится всегда. На сцене блистали талантами юные вокалисты и танцоры, музыканты и актеры. Отличным настроением заряжали самые веселые и находчивые ребята сборной Лиги КВН КФУ. И юмористические видеоролики от творческого объединения «Громкие рыбы». Без всякого сомнения героинями праздника стали Татьяны. На сцене в этот прекрасный вечер, которых было ровно 22, которые поразили своей женственностью и грацию и обрамили выступления своих именитых тезок Ларионовой и Водопьяновой. Мы имеем потрясающие результаты, и все эти результаты совместны с Федеральным университетом. И то, что в 2014 году в список ЮНЕСКО вошел древний болгар, вообще заслуга вашего преподавательского состава, профессорского состава, студенчества огромное, колоссальное. И то, что мы в этом году вместе с вами постараемся включить в этот список и Свияжск, я думаю, что это очевидно. Спасибо вам за это. Трогательно видеть сегодня знакомые лица. И, конечно, сразу же нахлынувают разные-разные воспоминания, ну и чувство гордости. Гордости, что из этих стен, что есть в памяти, то, что называется временем студента. Каждый помнит ту кропотливую и долгую подготовку к экзаменам, а в том числе и неугасающую традицию кричать «Халява, ловись!», которую предложили вспомнить почетным гостям и ректору университета. Поздно, как говорят. Халява, ловись! Халява, ловись! Поддерживаем, поддерживаем, друзья! Теплые слова поздравлений прозвучали от студентов Московского государственного университета имени Ломоносова и Крымского федерального университета имени Вернацкого. Татьянин день свидетельствует о том, что праздник всегда отмечали молодые люди, желая подружиться и отвлечься от сессий. Ведь студенты никогда не упустят шанс отдохнуть от долгого и нудного учебного процесса. Диана Шилова, Роман Самарин, Универ Ньюс. Но это еще не все. Еще больше интересных подробностей с праздного дня студента ты сможешь увидеть уже в эту субботу в 19.15 на нашем телеканале Универ ТВ. И, кстати, праздничные события на этом не заканчиваются. Сразу после грандиозного шоу в КСК КФУ «Уникс» праздник продолжился на республиканском уровне. В КРК «Пирамида» вручили премию «Студент года». Кто стал лучшим из лучших, смотри далее. День российского студенчества объединяет всю страну. 6 миллионов студентов празднуют его вместе. Правда, отмечать этот праздник каждый может всего несколько раз за всю свою жизнь. Вот возраст, когда ты имеешь честь обучаться в ВУЗе. Это самый хороший возраст, когда мы влюбляемся, занимаемся творчеством и, конечно же, как мы говорим, грызем науку. Учимся, получаем знания, которые потом по жизни становятся востребованными в различных ситуациях и помогают нам в течение всей нашей жизни. Премию «Студент года» не зря называют Татастанским студенческим Оскаром, поскольку она ежегодно собирает в зале политиков, артистов и общественных деятелей. На конкурсе представлено 19 номинаций, охватывающих практически все сферы жизни студентов – научную, спортивную, культурную деятельность, студенческое самоуправление и многое другое. В данной номинации было очень много достойных соперников. Работа, соответственно, велась не один день, не два, не три, не неделю. Это упорная работа, которая годами строилась и строилась в нашей организации с полной 13 лет. Это большое достижение, то, что наше студенческое объединение существует до сих пор и, наоборот, не просто существует, она дальше прогрессирует. Подарки номината получали из рук артистов и общественных деятелей Татарстана. Победителями номинации «Творческая личность года» наградили специальные гости премии – группа «Фиестов Эмили». Студенчество – замечательная пора, я всегда с улыбкой на лице вспоминаю это. И, конечно, «Татьяне день» – это, безусловно, день, когда можно лишний раз собраться со своими однокурсниками. Так или иначе, это всегда хороший повод, всегда праздник, всегда какие-то мероприятия интересные. И когда, безусловно, проводятся такие вот премии, это тоже лишний повод порадоваться за себя или за коллег. Это здорово, мне кажется, студентам это помогает определиться в жизни, да? В этом году на конкурс поступило 567 заявок из 18 городов республики. Но в большее число аббаций наград сорвал Казанский федеральный университет. Студенты КФУ стали лучшими в пяти номинациях, но главным, волнующим моментом стало объявление обладателя гран-при. Номинация гран-при студент года – Сирозиденов Максим, Казанский приводский федеральный университет. Ура! Ура, друзья! Будьте аплодисменты! Быть студентом года республики Татарстан очень ответственно. В прошлом году мне удостоилось стать общественником года, это тоже ответственно. В этом году гран-при. Я думаю, что это не просто на один год, а это уже на всю жизнь. Эмоции на всю жизнь и ответственность точно так же на всю жизнь. И на всю жизнь запомнится момент триумфа номинантов студентов Казанского федерального университета. Ведь каждый из них уже победитель, которым гордится не только его друзья и родители, но и родной альма-матр. Анастасия Иванова, Ленардо Валидьяров, Универ Ньюс. На этом все на сегодня. Наслаждайся жизнью и смотри Универ Ньюс. Не скучай и держись поблизости. Субтитры сделал DimaTorzok